всем привет я рада вас приветствовать на моем канале уютный мир игрушек амигуруми меня зовут катя я такая сонная вся домашняя меня за экраном идет мультик ребенок смотрит а я решила просто первый день начать снимать так как я нахожусь в зале не за рабочим столом отдыхаем в общем хочу показать вам что я на данный момент на данном менте вижу себе корзинку квадратные 20 на 20 и это у меня вторая попытка из первой попытки я связалась много петель получается она у меня получилось широкое это вот я все распустила и сейчас все перевязываем сейчас я потише сделаем и я ее перевязываю и что у меня навеяло что я хочу корзинку небольшую то есть небольшой высоты и потом навязать нее много много маленьких игрушек которые зайки мишки стандартные жирафики все такое почему потому что у меня начался началась я разучилась разговаривать у меня началась депрессия у меня я начинаю потихонечку сгорать а потому что когда много вяжешь энтузиазм вдохновение пропадает и немножко я где пресняки так когда нахожусь и решилась отвлечься на корзиночку а когда ее свяжу то может быть какое-то вдохновение мне придет потому что я в голове себе надумала корзинку и много-много разных разноцветных игрушек маленьких вот меня глаза бегают потому что я снимаю на фронтальную камеру меня телефон вообще стоит на облокоченную на одеяло поэтому такого видосик у меня вот мы сейчас довяжем надеюсь сегодня я ее свяжу например нам будет на 4 сантиметра высоты как раз таки хватит это моя младшая софия тоже все растрепаны достеснялась так что пойду вязать корзиночку и среднем с вами уже завтра короче насмотрелась я всяких лайфхаках как украсить новогоднюю елку и сделать более пышной и более такой заснеженной и я же заказала себе искусственный снег и взяла шпаглевку по видео я смотрела там нужно шпаглевка сухая акриловая краска белая и клей пва я решила обойти все эти нюансы купила просто за 130 рублей баночку это у нас шпаглевка латексная дам латексная шпаглевка она белого оттенка нежно красиво белого оттенка то есть не нужно смешивать успеваем чтобы отбелить на и так хорошего красивого оттенка и решила же я украсить елочку сейчас изначально веточка была зелененькая я думаю вы видели у меня во влогах были да и я решила же покрасить сначала я шпаглевкой нанесла а потом я посыпала искусственным снегом и что я хочу вам сказать если вы хотите дополнительно много много мусора в квартире то это вариант как раз таки для вас снег мало приклеивается он очень сильно осыпается хотя я прям очень сильно жмякала веточки чтобы снег это по максимуму прицепился но здесь он частями получается есть на веточках но я немножко потрясла его до подбивала чтобы он слетел и в итоге он весь меня вывалился так в принципе смотрится красиво но будет очень грязно будет очень грязно все вокруг особенно если есть дети и дети вечно мацают эту елку то это краски тот вариант единственное хочу еще полностью покрасить шпаклевкой нанести точнее шпаклевку на обычную веточку зеленую без искусственного снега и посмотреть как она будет выглядеть а потом на нее же нанести искусственный снег который из баллончиков в общем такой вот у меня вариант все равно уже испортила и нужно доделать до конца в общем я развлекаюсь как могу елку буду скоро оставить так как у нас день рождения у мужа 6 декабря потом 13 декабря у меня день рождения у софии у младшей и 17 декабря день рождения у старшей и хочется елочку по наряднее сделать и поэтому тут пытаюсь и еще у меня эхо да будет скорее всего слышно по видео я нахожусь в детской где она до сих пор проходит у меня ремонт я все никак не могу закончить и поэтому идет тут такое эхо в общем я показала в общем если вы хотите много мусора то используйте искусственный снег такой в пакетиках а если хотите чтобы у вас было все чисто то этот вариант не для вас это просто катастрофа просто катастрофа у меня все я трясла веточки у меня все просто в этом в искусственном снеге вот хорошо что я с елки не начала решила попробовать сначала поэкспериментировать на веточках а потом уже пойти на елку хорошо что я этого не сделала в общем давайте я вам пойду дальше показывать игрушки с этим вариантом мы закончили так ну что у нас новое подключение я опять в зале им что-то мне не хочется идти к своему рабочему столу как-то чуть-чуть надоело сидеть я что-то развалилась на диване и расположилась на диване и сижу тут кайфую перед телевизором ну что я довязала корзинку например на чуть выше 5 сантиметров у меня получилось диаметра 20 на 20 вот это моя будет корзиночка для маленьких игрушек осталось теперь только наполнить ее маленькими игрушками собственно вот и хочу вам показать что из серии кролика я вам уже показывала беленького погремушечку к нему же я вязала чеширского котика вот так он выглядит у меня сзади и тогда вот связался такой вот котик у меня ниточки может быть получились тоненькие или может сделать пошире дать зубки надо попробовать посмотреть а так в принципе мне нравится как вышел этот котик а такой миленький получился вот это в фиолетовых оттенках которые мы больше как бы привыкли до смотреть мультики алиса в стране чудес и свяжу еще такого же оттенка ось такого же котика только в серых с голубых оттенков то есть он серенький и с голубеньким бирюзом с бирюзовыми полосочками вот но также это покремушка только я забыла добавить колечки как у кролика и потом я решила если это будет коллекция игрушек до набор то на кролике будет колечки например да на чеширском котики просто то есть погремушка на алисе что-то может быть шуршавое будет в общем также на шляпнике можно в шляпу не фольги рукав для запекания до которые пакетик шелушится туда запихнуть и шляпка будет со звуком или вот сюда вот ушки да тоже сделать шуршавые в общем можно делать детский набор и развивающий детский набор да можно так назвать так и я наконец-то довязала игрушку я не показывала ее вам нигде потому что я не знала получено мне или нет я немножко переделала из маленьких моих игрушек которые мишка зайка лисенок жирафик львенок тигренок тигренок из малышей я сделала более побольше более модернизировала свою игрушку так вот и получается вот такой вот первый лисенок сделала здесь побольше хвост такой красивый пушистый хвост и мордочку формила в две полосочки как вот сейчас модно делают смотрю полосочки да вот я только погремушки такие дела на игрушку я не использовала вот и немножко уменьшила носик и ушки по моему а так единственное что я хочу сделать побольше голову я так как любитель головастиков мне кажется что она маленькая для него поэтому хочу увеличить голову и выпустить мастер-класс описание будет в инстаграме на канале мы будем с вами его вязать вот и еще из последних новостей мне недавно в инстаграме написали точнее предложили получить товар за отзыв в общем это первое такое предложение мне в инстаграме мне пришлют товар а я просто оставлю отзыв на балберис или на зоне но смотря где я буду заказывать и оставлю отзыв в инстаграме получается мне разрешено заказать на тысячу рублей не оплатит этот товар но в районе тысячи рублей а там цена ножниц было около 500 рублей поэтому как-то неуместно и был резиновый коврик который не прорезается да знаете но тоже там он маленький был а если побольше то 800 рублей то есть но и дом из одного коврика что не хочу и я в общем посмотрела внимательно этот магазин и нашла для себя модуль для хранения он достаточно тяжелый такой вот так он выглядит я еще не собрала только что получила вот так вот выглядит модуль он такой тяжелый размер у него 30 сантиметров 15 размер 30 я так поняла 15 и высота 17 то есть вот таких вот и 8 выдвижных ящичках как раз таки вот нет такой вариант подойдет оставил уже отзыв на в адресе но еще пока не собиралась подожду мужа чтобы вместе собрать потому что здесь в две руки я думаю не получится но в принципе это моя первая рекламка как бы не оплаченная но получается любой товар в хозяйстве пригодится поэтому я довольна своим таким приобретением и своей первой рекламкой вот чем вот когда соберу обязательно вам покажу и мне что понравилось в этом модуле что его можно покрасить либо оставить его в таком коричневом оттенке либо покрасить его фон стола вот так что в этом плане я уже буду думать так что пока новостей у меня больше нету я вам наговорил уже на 7 минут я надеюсь вам такой формат видео понравится потому что честно говоря хочется вот реально хочется немножко отдохнуть от рабочего стола от ноутбука который вечно у тебя постоянно маячит перед глазами так вот одеялко который сзади меня упирает мой телефон и я разговариваю с вами так что ладно пойду заниматься делами и свяжемся сами чуть-чуть позже посмотрите сколько за частей да просто капец его собирать но смотрите я в принципе собрала к точнее муж не собрал он такой довольно крутой получился плюс еще 10 идет подложка в подарок такая вот она и сейчас я потихонечку буду сюда пойдут у меня глазки пуговки я уже подготовила как раз таки освобожу вот эти вот пластмассовые контейнера да и чтобы они мне не мешались на столе теперь мне быть все в едином месте в общем я довольно покупкой я довольно подарком довольно отзывом я отс фотографировала на днях выставлю пост и оставлю отзыв о этом маленьком комоде в общем он такой прикольный винтажный получился в собранном виде если немножко чего подкрасить до подклеить где-нибудь винтажные цветочки декупаж сделать то будет очень круто смотреться так что я сейчас буду разбирать и дальше подвязать поэтому подключилась показать как вообще он будет выглядеть я тут готовлю пока готовится у меня вкусняшечка я люблю сидеть на правильном питании это гречка с грибами ну там специи лук лучок такой и пока это все готовится заварила себе чайок из ромашки здесь чисто ромашка поэтому немножко успокоюсь немножко приведу свои мысли в порядок и потом будем ужинать ну что я все-таки добралась до рабочего стола буквально показать что я сейчас свяжу какую игрушку я планирую связать и завтра будем отдыхать завтра суббота потом воскресенье и в понедельник опять начнем снимать новые влоги новые процессы так давайте вам покажу я начала вязать такую же игрушку эту же схемку туловище только в другом оттенке и и зверек будет совсем другой и посмотрите какая разница лисенка я вязала крючком 225 очень сильно плотно набила что полотно растянулась и очень много видно всяких дырочек но за счет этого игрушка большая такого городский размер который мне нравится а вот я вижу крючком номер два ножки здесь набитый на полотно не растягивается это пряжа кстати газал джинс она более плотная меньше тянется чем ярно джинс и посмотрите какая разница вот так вот так куда это вообще малютки они вживую кажется очень маленькими худенькими чем на лисенке я конечно же еда вижу эту игрушку но это готовый результат и конечно вы сможете видеть уже на следующей неделе мне нравится вязать крючком номер два это как бы стандартный крючок для пряжи и полухлопка лучше конечно крючком вязать 175 больше полотно получать плотнее получается полотно но игрушка соответственно получается меньше чем меньше ты вяжешь крючком да тем больше тебе приходится вывязывать рядов чтобы получить полноценную там 15 сантиметров там чем мы возьмем крючок побольше свяжем меньше рядов и игрушка будет большая ну в общем такой вот парадокс получается крюченку я связал обычный шарфик из мериносовой шерсти прям все такой колючий но синий цвет прям такой яркий едкий чтобы хоть что-то было на лисенке я решила связать и смотрите еще я увеличила голову сейчас я сделала больше голову нет этот формат больше нравится когда голова побольше и вот так вот будет выглядеть и я вот теперь даже не представляю как бы для этого туловище для лисенки голова очень хорошо подходит а вот к этому туловище будем смотреть уже как получится потому что крючок номер два туловище будет меньше чем на лисички а голова смотрите большая и будет головастик еще один в общем начала взять туловище связала пару ручек и связала голову это будет не лисенок это будет совсем другой зверек даже может быть сказочный зверек если кто-то задался напишите как вы думаете кто это будет и потом уже сравним ваши ответы с новым влогом на следующей недельке вот в принципе у меня все если вам понравилось мое видео поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео и готовьтесь в общем к нашествию таких вот маленьких зверят будем с вами вязать и кстати кстати у меня вышел мастер-класс кто просил на погремушку зайку с висящими ушками то в инстаграме же есть также оставлю ссылочку в инфобоксе можете проходить и смотреть в общем а мы говорим вам пока пока и до новых встреч